Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». А как вы относитесь к минивэнам? Это такие большие машины, у которых на третьем ряду сидений свободно вместятся взрослые люди и останется место в багажнике для пары сумок. Давайте сегодня рассмотрим Ford Galaxy второго поколения. Насколько же он живуч. Итак, встречаем Ford Galaxy второго поколения. История минивэна Galaxy началась шаран. До 2006 года минивэн Ford для Европы был его клоном, но в 2006 году инженеры Ford выкатили машину собственного сочинения, построенную на платформе Mondeo 4-го поколения. Ничего общего с машинами Volkswagen у такого Galaxy нет. Этот минивэн пережил рестайлинг в конце зимы 2011 года и выпускался до 2015 года. Получил преемника. То есть история Ford Galaxy продолжается. Кстати, вместе с Galaxy компания Ford в 2006 году выпустила минивэн S-Max. Он построен на той же платформе, моторы те же, плюс «вольвовская» бензиновая турбопятерка. В общем, если минивэн Galaxy – это классический вместительный минивэн, то S-Max потеснее, но позадорнее. Итак, давайте подробно рассматривать вот этот автомобиль. И, кстати, вот эта машина на данный момент продается. Ссылочка по ней будет в описании к этому ролику. Кузов минивэна Galaxy оцинкован, но это не спасает его от коррозии в долгосрочной перспективе. Начнем с того, что краска нередко отшелушивается на передних и задних крыльях вдоль стыка с бамперами. Вдобавок десяток сколов образуются на порогах вблизи задних арок. Вдобавок еще рыжеют кромки задних арок, и краска здесь вспучивается со временем. Неприятные очаги коррозии появляются в колесных арках за локерами в области верхних креплений амортизаторов. На днище часто пугающе выглядит ниша под топливный бак и зона вокруг ниши в заднем свесе. Лобовое стекло у Galaxy чуть ли не расходник, особенно если машина ездит часто по трассам либо же кольцевым автодорогам. Бомбардирующие его камушки легко оставляют сколы и трещины. Двери по-минивэновски огромные и тяжелые, поэтому петли нередко провисают, но поддаются регулировке. Задняя дверь у Galaxy тоже провисает, что видно по зазорам вдоль контура фонарей. Однако, проблема здесь серьезнее. Петли крепятся изнутри к панели крыши. В этом скрытом месте металл прогибается и даже рвется вокруг отверстий под болты. Эту неприятность можно исправить добавлением отформованных закладных пластин, хотя чаще просто добавляют шайбы под пары наружных болтов, то есть болтов со стороны крышки багажника, а не крыши. Если дверь багажника вибрирует, то придется заменить упорные буферы, которые находятся в проеме багажника, чуть ниже фонарей. С возрастом они сильно трескаются. Также на самой двери есть упоры, они пластиковые и прилегают к вот этим буферам в закрытом положении двери. Так вот, с ними обычно никаких проблем не случается. Со временем после дождя или после мойки на Ford Galaxy второго поколения, а именно на потолке, появляются признаки намокания. Так вот, вода туда попадает через потрескавшийся герметик под креплениями молдингов, которые находятся на крыше в желобах. Еще со временем появляется трещина на стыке боковых и верхней панели в проеме багажника. Так вот, эти места надо обязательно загерметизировать. На дорестайлинговых Galaxy поводок заднего дворника не прикрыт пластиком и с него осыпается черное напыление. Так вот, можно поставить эту деталь от Peugeot 307. Оригинал стоит примерно 15-20 долларов и будет выглядеть точно так же, как вот на этой рестайлинговой машине. С фарами с возрастом случаются стандартные проблемы у Galaxy второго поколения, помутнения плафонов, а также выгорания отражателей линз у ксеноновой оптики. В богатых комплектациях Ford Galaxy второго поколения оснащался сервоприводом складывания зеркал. Так вот, обычно эти механизмы подклинивали и нуждались в смазке. В общем, чтобы это сделать по уму, надо разобрать зеркало, добраться до редуктора и смазать его. Реже ломаются силуминовые кронштейны, а также выходит из строя электромотор. Состояние салона Ford Galaxy отражает интенсивность и аккуратность эксплуатации. Добро пожаловать! Все покрашенное серебрянкой или покрытое черным лаком неизбежно царапается, особенно серебристые вставки на дверных ручках. Металлизированный декор на руле потихоньку вспучивается. На сегодняшний день такие вещи появляются в дорестайлинговых Galaxy. А в таких более свежих машинах салон выглядит более приятно. Неработающие кнопки обогрева передних сидений можно почистить. Грязь набивается в контактную группу. Можно купить и новые неоригинальные из Китая. Пенал с откидной крышкой наверху центральной консоли иногда огорчает поломкой оси пружины, которая поднимает вверх крышку при нажатии. Рычаг стояночного тормоза на этих минивэнах иногда удивляет тем, что его не удается разблокировать. Причина в обрыве тросика от кнопки фиксатора. Даже в полевых условиях можно разобрать консоль, начиная сзади, чтобы добраться до фиксатора рычага и отпустить ее. Тросик можно подобрать и изготовить самостоятельно. В селекторе автоматической трансмиссии отламывается кнопка фиксатора. Кнопка обычно продолжает хлипко держаться, а рычаг перемещается свободно, то есть не фиксируясь в своих положениях. Новую ручку, точнее на балдашник селектора, можно купить в Китае и заменить. Хотя есть еще вариант с подклеиванием ее крепежа. При больших пробегах может загудеть, заскрипеть, либо просто заклинить вентилятор салона. Он находится в недрах передней консоли. Добраться до него несложно. Новый вентилятор стоит от 40 до 300 долларов. 300 долларов – это, естественно, за оригинал. Ну а если печка вообще перестала работать, то, скорее всего, забит радиатор, который находится тоже в недрах передней консоли, но уже на уровне пола. Также при больших пробегах может буквально погаснуть панель приборов, и также перестанут работать ее стрелки. Эта проблема решается подпаиванием контактов на ее монтажной плате. Профессионалы справляются за пару часов, включая снятие и установку приборки. Ну и прежде чем мы начнем рассказ о дизельных двигателях, предположим, что скоро холодает, а зимы в наших широтах очень даже морозные. И чтобы не иметь проблем с запуском дизельного двигателя и не стать на трассе в 30-ти градусный мороз, можно использовать антигель для дизельного топлива от компании AGA. Предотвращает застывание топлива, обеспечивая надежную работу дизеля даже на летнем дизтопливе при температуре до минус 24. Эффективен осенью и зимой как профилактическое средство при каждой заправке любым дизельным топливом. Может быть использован в стационарных дизельных устройствах, таких как дизель-генераторах при условии соблюдения инструкций по заливке. Залейте состав в бак перед заправкой из расчета 1 упаковка на 60-80 литров топлива. И еще, если топливо замерзло, то антигель не поможет. Это исключительно профилактический препарат. В общем, все ссылочки и подробности я оставил в описании к этому ролику. До рестайлинга базовым дизельным двигателем был турбомотор объемом 1.8. Это единственный мотор с оригинальной фордовской родословной. Его история еще началась в 1980-х годах. У этого чудо-мотора чугунная ГБЦ, один распредвал и по два клапана на цилиндр. Несмотря на такую архаичную конструкцию, у него впрыск типа Common Rail. У этого двигателя коварный привод ГРМ с двумя зубчатыми ремнями. Причем, нижний зубчатый ремень появился на этих моторах в 2007 году и пришел на смену к кассете с двумя параллельными роликовыми цепями. Нижний ремень орошается маслом. То есть, мокрый ремень появился на двигателе 1.8 TDCI за пару лет до появления малолитражных эко-бустов. Печально, что иногда владельцы не знали о существовании вот такого скрытого ремня. Поэтому двигатель частенько погибал при пробеге в 200 тысяч километров, ну или после 200 тысяч километров, после обрыва этого самого ремня. У двигателя 1.8 TDCI много поклонников, потому что других проблем у него практически нет. Хотя топливная система Siemens нуждается в квалифицированном обслуживании, а форсунки хоть и ходят долго, но очень дорогие в ремонте. Ну и, естественно, у нас есть подробнейший разбор двигателя 1.8 TDCI на нашем YouTube-канале. Так что, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. У нас есть много всего интересного по поводу автомобилей. Чаще всего этот минивэн можно встретить с двухлитровым турбодизелем. Как и все остальные дизели, он имеет французское происхождение DW10C от Peugeot Citroёn. 2.2 литровый двигатель – это его ближайший родственник, обозначение DW12. У двухлитровых двигателей топливная система чаще от компании Delphi, реже от Siemens, а у 2.2 литрового двигателя топливная система от компании Bosch с пьезофорсунками. На двухлитровых дизелях мощностью до 140 л.с. турбина имеет изменяемую геометрию с вакуумным актуатором. И часто турбина не додувает из-за неисправности электровакуумного клапана или по причине лопнувшего патрубка после интеркулера. Из трещины просто уходит весь надутый воздух. Еще на форсунках Siemens при пробегах более 200 тысяч километров начинают подтекать штуцеры обратки. Их нужно выкрутить и поменять уплотнительные кольца. Если во впускном коллекторе появится много масла, то надо помимо всего прочего поменять мембрану в клапане системы вентиляции картера. Она находится в клапанной крышке под круглым лючком. Подойдет на замену и неоригинальная мембрана. В приводе ГРМ двухлитровых, а также 2,2 литровых турбодизелей используется зубчатый ремень. Однако оба распредвала соединены короткой роликовой цепью. С этим механизмом никаких проблем нет. И даже если ремень ГРМ порвется на маленькой скорости, то клапаны не погнутся. Но придется заменить пострадавшие рокеры и гидрокомпенсаторы. В общем, французские двигатели надежные и долговечные. И, кстати, у нас на канале есть подробнейшие разборы и обзоры двигателей 2.0 TDCE и 2.2 TDCE. Обязательно, кто не подписан, подпишитесь прямо сейчас. После рестайлинга 1.8 литровый немецкий мотор заменили на французский объемом 1.6. Это очень распространенный двигатель с обозначением DV6 в его поздней модификации с 8-клапанной ГБЦ. В общем, может, этот двигатель и слабоват для полноразмерного европейского минивена, но он очень надежен. Это прекрасный мотор. И у нас, кстати, на канале есть подробнейший обзор этого двигателя. Доля бензиновых двигателей на Galaxy 2-го поколения минимальна. Дорестайлинговые экземпляры встречаются с двигателями 2.0 4-цилиндровыми и 2.3 тоже 4-цилиндровыми. Эти двигатели атмосферные, они просты и незатейливы. Но владельцу все-таки надо знать про их заслонки во впускном коллекторе, а также, что цепи ГРМ готовы затрещать к пробегу в 250 тысяч километров. Хотя были случаи, что цепь ГРМ перескакивала и обрывалась при пробеге в 150 тысяч километров. А еще если экономить на моторном масле, то эти моторы начинают охотно его потреблять из-за залегания поршневых колец. Кстати, буквально каждый Ford с бензиновым мотором прошел через замену модуля погружного топливного насоса. У него перегреваются и оплавляются средние пины, причем подгорают и пины в розетке, со стороны жгута проводов. Новые погружные насосы стоят от 90 до 400 долларов за полный заводской аналог. И, кстати, у Galaxy, как и у других Ford, нет лючка для доступа к бензонасосу. По инструкции надо снимать бак. Ну, а на практике вырезают лючок под правым креслом среднего ряда для доступа к бензонасосу. После рестайлинга Ford Galaxy второго поколения обзавелся совершенно новыми бензиновыми двигателями – турбированными эко-бустами. Эти эко-бусты встречаются на минивэнах не часто. Успех в обладании этого двигателя сводится к качественному обслуживанию, к качественному маслу и к качественному бензину. В первые годы эти двигатели охотно ломали поршни, также случались перегревы из-за загрязненных радиаторов. В общем, если и покупать этот минивэн с эко-бустом, то только с хорошей историей обслуживания, именно с задукоментированной. Чаще всего Ford Galaxy второго поколения встречается с механическими трансмиссиями, с двигателями 1.8 TDCi, а также 2.0 Duratec, устанавливалась трансмиссия MTX75 пятиступенчатая. Так вот, она частенько течет по сальникам, не надо этого игнорировать. Меняйте сальники, доливайте или полностью сливайте и заливайте масло. С остальными моторами работает шестиступенчатая механическая трансмиссия. К этим трансмиссиям вообще никаких вопросов нет. Ford Galaxy второго поколения с шестиступенчатыми механическими трансмиссиями, а также с трансмиссиями PowerShift оснащены двухмассовыми маховиками. Эти маховики ходят далеко за 250 тысяч километров, но при замене за них надо будет отдать по 900 долларов. Также Ford Galaxy оснащался еще шестиступенчатым японским автоматом. Такая трансмиссия штатно шла с двигателем бензиновым объемом 2.3, а также опционально была доступна с двухлитровым 140-сильным турбодизелем. Прекрасная, живучая, ремонтопригодная трансмиссия при условии, если в ней менять масло частично, каждые 60 тысяч километров пройдет более 300 тысяч километров. Кстати, у нас на канале есть подробнейший разбор и обзор этой трансмиссии. А вот после рестайлинга Ford Galaxy второго поколения перешли на трансмиссию PowerShift, а именно на ее мокрую версию 6DCT450. Так вот, в этой трансмиссии надо менять специальное масло и внешний фильтр. Ходит она примерно 250 тысяч километров. И еще надо следить за сухостью передней крышки и менять ее сразу, не жалея 250-500 долларов. Иначе весь PowerShift отправится на капремонт. Ну и напоминаем, что вот эта машина в данный момент продается. Ссылочка по ней будет в описании к этому ролику. А также еще напоминаем вам, что в «АвтоСтронге», помимо отличных б.у. запчастей, есть еще и абсолютно новые запчасти, а также технические жидкости. Звоните нам, пишите, а также заходите на наши сайты и выбирайте все то, что мы продаем. А там очень-очень много запчастей. И также у нас еще есть подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами, с полным пакетом документов. Нужен байк, обязательно в «МотоСтронг». Ссылочки тоже оставил в описании. Ну что, мы на «АвтоСтронг» и продолжаем. Опоры силовых агрегатов в «Форд Галакси» служат неплохо – примерно 200 тысяч километров. Правая гидравлическая опора, что на бензиновом, дизельном двигателе визуально выглядят одинаково, но рассчитаны под разные нагрузки. Стоят от 80 до 300 долларов. А порванный демпфер нижней опоры КПП приводит к толчкам при переключении передач. В расширительный бачок входят две трубки. Они ломаются при неаккуратном обращении, потому что сами по себе хрупкие и жесткие. Будьте с ними повнимательнее. Под днищу вдоль правого порога тянутся трубки к испарителю кондиционера. Они входят в салон в заднем свесе слева. Так вот, эти трубки на многих дорестайлинговых «Галакси» прогнили, и их часто меняли и меняют на резиновые трубки. Рулевая рейка на Ford Galaxy второго поколения начинала стучать, люфтить и вибрировать из-за того, что ее регулирующий фторопластовый сухарь переставал плотно ее прижимать к рулевому валу. Это происходит из-за того, что сухарь и пружина зажаты пластиковой пробкой. Со временем ее резьбу просто срывает. На замену пластиковой пробки энтузиасты выпустили стальную пробку, и чтобы ее вкрутить за место штатной, надо приопустить подрамник, либо же открутить рулевую рейку от подрамника и приподнять ее, потому что пробка смотрит в подрамник. Подвеска Ford Galaxy второго поколения унифицирована с подвеской Ford Mondeo, то есть ходит хорошо и долго. Оригинальные тяги стабилизатора выхаживают примерно до 100 тысяч километров. Стоимость – 70 долларов. Неоригинал стоит от 7 до 25 долларов. Рулевые наконечники слабоваты, то есть ходят меньше, чем хорошие тяги стабилизатора. Цена неоригинального рулевого наконечника – примерно 35 долларов. Оригинальный наконечник – 120. Рычаги передней подвески в оригинале стальные и до замены могут пройти более 200 тысяч километров. Неоригинальные рычаги стоят примерно 100-150 долларов. Оригинальный такой рычаг – 300 долларов. Задние сайлентблоки можно купить по оригиналу. Стоимость – 100-150 долларов, а неоригинальные намного дешевле – 20-50 долларов. Шаровые опоры можно установить неоригинальные, их можно установить на три винта. Детали задней подвески приходится обновлять раз в 200 тысяч километров. Тут отдельно можно приобрести сайлентблок поперечного рычага от 15 до 35 долларов или около 80 за оригинал. Неоригинальные сайлентблоки всех поперечных рычагов стоят от 5 до 20 долларов за штуку. Самый нижний подпружиненный рычаг стоит от 50 до 200 долларов в сборе. Верхняя тяга косточка хорошего качества стоит до 30 долларов. Оригинал дороже почти в три раза. Верхний изогнутый рычаг в оригинале очень дорогой, стоит 400 долларов. Замените дешевле – 30. Передние ступичные подшипники стоят от 70 до 180 долларов, а вот задние ступичные подшипники приходится менять при пробеге, наверное, в 200 тысяч километров. И стоят они от 70 до 400 долларов за оригинал. Ну что, Ford Galaxy второго поколения – это большой семейный автомобиль, который частенько используют по хозяйству как пикап. И вот именно в этом случае он будет выглядеть хреново и снаружи, и изнутри. А если Ford Galaxy второго поколения ездит по семейным делам, то он прекрасно сохранится. Дизельные моторы отличные, а в дорестале их можно еще найти с японским автоматом. Берегите кузов от хоррозии, и все будет с этим автомобилем хорошо. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».